здравствуйте друзья добрый вечер мы вопрос зачитываем на дорожку здравствуйте михаил и светлана меня зовут виктория мне 30 лет работаю в большой и известной фармацевтической компании медицинским представителем без медицинского образования зарплата очень высокая но времени после работы ни на что не остается тем более после работы уже дома ежедневный отчет и планирование занимает много времени видимо эта часть работы этом чувствую очень устаю энергии не хватает и испытываю стресс из-за жесткого контроля старшего менеджера и жестких рамок проведения визитов постоянной оценки моих профессиональных компетенций и необходимости постоянно совершенствовать технику общения а еще потому что нет мед образования я самоучка люблю медицину во всех проявлениях знаю иногда даже лучше и больше чем коллеги с медицинским образованием но эти якоря мешают полноценно жить компанию и сферу деятельности менять не могу так как рассчитывать на что-то достойное по такой зарплате на рынке не приходится где найти время и как перестать испытывать стресс ну давайте попробуем когда мы жили в стране советов не было медицинских представителей а все было в дефиците поэтому чтобы что-то прикупить там медицинского учреждения нужно было наверно блат какой-то или там разнарядки какие были а сейчас видите как мое понимание того что такое медицинский представитель я я может неправильно понимаю но я так чувствую что она виктория должна выходить у нее график есть по различным медицинским учреждениям и предлагать им товары медикаменты не знаю там оборудование вот вот той замечательной известной фармацевтической компании в которой она работает у нас тоже здесь в америке таких много обычно там девчонки симпатичные достаточно достаточно молоденькие потому что работают там беготни требует вот их берут из университетов они образованные ну я не уверен что медицинских вот но вот они так ходят такие в бизнес прикидет таком юбочка пиджачок такие они вот они ходят что-то там врачам предлагают не знаю много ли зарабатывают но наверно зарабатывают что же так вот давайте мы им теперь на ситуацию я просто предположил в чем состоит работа виктории я не знаю точно но это вот мое предположение так для определенности ну чего молодая женщина так у нее еще на самом деле много сил я почему знаю вы можете сказать а вот мне 19 у меня наверное больше правда но мне 59 я могу сказать что 30 это просто вулкан энергии по сравнению с тем как вот возможно будет дальше поэтому все впереди на самом деле все впереди хорошо зарабатывает привыкла к заработкам менять профессию область не хочет ну не может может быть да значит вопрос чем во первых у нее стресс вот две вещи первое это стресс и второе ей бы может хотелось там подучиться чему-то да вот давайте я еще раз посмотрю я буду за рулем тут вот она самоучка значит ей мешает полноценно жить отсутствие медицинского образования и значит стресс который начальники и там устраивают но в принципе в продажах стресс это как бы специально создаваемая такая среда для этого менеджеры как бы и есть то есть их работа состоит в том чтобы значит вот этот персонал под ним держать стрессе чтобы они там носились зарабатывали конечно тяжело конечно тяжело но тут есть как бы несколько что ли как вам сказать несколько аспектов значит аспект первый состоит в том что все таки все таки и мы не уйдем от этого никуда есть как бы некоторая вещь вот она объективно существует а есть отношение к ней то есть то что субъективно существует грубо говоря так на один и тот же процесс воздействия вот как манера стиль там действия менеджера один человек будет стрессе другой человек и внимание не обратит и как-то вообще мимо ушей пропускать будет ну я вот так утрирую но во всяком случае переживать точно не будет это просто разные люди они по-разному реагируют поэтому что касается вот этой части я я например уже в свои там 59 я хорошо знаю что есть несколько вещей которые помогают это снять во первых это физическая нагрузка ну девочка не должна штангу там пулять знаете но она может ходить в джим а может быть она и ходит я даже так подозреваю но форму надо держать надо ходить джим можно ходить в бассейн можно ходить там по горам по лесам или как у нас тут по тропам народ любит но во всяком случае физическая нагрузка позволяет сбросить значительной степени вот это все есть вещи такие где ты ну просто платишь немножко денежки и тобой занимаются скажем на массаж пойти вот это тоже неплохо есть всевозможные там медитативные практики когда ты так вот вроде с чем-то таким повыше нас поговорил но в той или иной форме там энергию погонял туда-сюда и глядишь тоже что-то такое отпустило вот не всем подходит знаете не всем подходит в джим ходить или там плавать в бассейне не всем подходит там с рюкзаком или без рюкзака там по горам шастать не всем подходит медитировать понимаете этот человек должен для себя как-то сам уже подобрать но на самом деле все это делается и она не просто так существует а именно потому что сегодня мы в таком стрессовом мире живем посмотрите сейчас ведь на самом деле взрыв просто настоящий взрыв интереса последние годы это не один год и даже не десять взрыв интереса вот ко всем этим вещам которые раньше как-то так проходили никто и внимание не обращал а сейчас вот пожалуйста и понимаете от того как человек работает и чем он занимается у него какие-то мышцы спазмируются где-то у него там зажимы возникают вот мы с наташей беседовали с массажисткой который вот недавно приехал вчера как раз у нас не разговор был и она рассказывает как много людей она практикует здесь она расскажет как много людей например имеют то что называется frozen shoulder frozen shoulder гольферы в частности от мы про гольферов горе я я я бы слушай казалось бы гольф это же люди говорят хорошо играть в гольф потому что это можно играть в любом возрасте а там и и 60-летние играют и 70-летние играют и ага ты не представляешь какие у них там проблемы с этим гольфом как там зажимает и заклинивает и все что угодно мышцы сухожилия там все дела поэтому чего человек делает там у него проблемы возникают там где проблемы возникают и накапливаются там возникают большие проблемы то есть может быть вот на этом уровне что-то можно поделать и нужно на самом деле поделать нужно собой заниматься не нужно ждать пока тебе будет 70 лет и ты разогнуться не можешь не не нужно молодой смотри чтобы мышцы были в хорошем состоянии чтобы не спазмировал чтобы так не не перетрудиться там до травм в джиме а так вот форму поддерживать вот поэтому это как бы одна сторона другая сторона нужно время для получения медицинского образования она как бы тянет мешает жить полноценно вот чувствуешь себя как-то учет тебе не хватает а чтобы получать образование времени нет сил нет ой я вот вам расскажу из последних моих впечатлений поскольку эта книжка уже вышла как книжка и вдруг многие люди которые знали что она есть вот мой мемуар я имею ввиду они знали что она есть но когда вот они заходят в мой офис и видят что там такой кирпич лежит там 700 страниц и через одного они спрашивают миша сколько времени ты это писал и я говорю вы знаете что я не то чтобы специально писал ну я жил я работал я это ну просто жил где-то за две недели в основном написал то есть потом я дописывал процент ну скажем так из 700 страниц 500 были написаны за две недели а еще 200 тому за остальные полгода ну я уже тогда начал как-то думаю сейчас надо спланировать чего я еще не написал в каком порядке пойдет там еще что-то и так дальше я по кусочку дописывал уже просто на сознательном уровне а 500 меня просто прорвало и казалось бы я работал и ходил в офис и и у меня нет времени у меня в офисе времени нет у меня и дома то много нет но знаете что вдруг нашлось вот каким-то образом я умудрялся писать в офисе там между аббойтментами я умудрялся писать дома даже не понимаю там в какие моменты времени но я писал и писал и писал и писал и писал и 500 страниц текста отмахались что я хочу сказать что вот я думаю что у виктории похожая ситуация то есть ее должно где-то прорвать в этом направлении либо эта цель гирька да вот как зеланд говорит значит ну так она вот прицепилась к ней и настоящей цели там нет была бы цель настоящая она она бы как-то реализовалась в какое-то действие а так эта цель она висит вот вот висит и и висит и и никак вот у меня есть такая цель гирька например я все время себе говорю что я сейчас сяду и научусь вслепую печатать слепым 10 пальцев методом мне вообще вдвойне стыдно я автор метода обучения там быстрого 10 пальцевом методу и мне это как же ты сам я бы а я сам-то начал этим заниматься задолго до того как стал заниматься метод методикой и я уже довольно быстро печатал и продолжаю печатать и я не перепечатываю с бумажки это из головы печатаем нет все равно куда смотреть но но все равно как-то это неприлично поймете а сесть и выучиться это нужно допустим но недели две три потому что что происходит для того чтобы перейти полностью созрячего на слепой нужно чтобы скорость на слепом поднялась но если не полностью до зрячего но он он приближалась бы к зрячему вот и допустим у меня скорость может быть там 60 слов в минуту и опечатаю и там 300 знаков в минуту но хотя бы 250 надо чтобы было и тогда я переключусь уже не смогу взрячего то есть глянешь на клавиатуру ошибку сделаешь это обычно так происходит но где у меня две недели чтобы понимаете чтобы печатать просто чтобы учиться а не печатать на клавиатуре чтобы произвести какой-то продукт я так не могу я вот так и хожу и вот у меня эта цель гирька она висит и мне стыдно и я себе говорю но я как-нибудь соберусь и вот она уже на мне висит ну наверно так последние 30 вот и вот я 30 лет хожу с этой гирькой на свою голову но я вас уверяю если бы действительно вот но но действительно разобрало бы я бы давно уже это делал про она просто не нужно а также как мне говорят а вот почему тебя там акцент такой сильный наверно мог бы быть лучше но это надо время надо силы и и надо чтобы хотелось это делать и не задавая себе вопрос а почему я трачу время на это когда есть что то что с моей точки зрения более полезно и так далее мать и вот может быть может быть вот похожая ситуация у виктории я не могу сказать издалека то если бы так сели поболтали бы там виктория приезжайте к нам в отпуск там на десять дней приезжайте на недельку может быть вам ко времени долго привыкать приезжайте на 10 дней приезжать на две недели там возьмите езжайте в лос-анджелес возьмете машину проедитесь там по калифорнии может лас-вегас заскочить к нам там посидим поболтаем кино снимем и так все продиагностируем но просто я к чему говорю что не знаю человека ведь трудно так на это но я думаю что это упирается в конечном счете в то что это какая-то чужая цель который на нее кто-то вешает снаружи она не стал ее целью она не стала ее страстью и поэтому так все и происходит значит как только эта цель перестанет быть внешней но с другой стороны может быть и избавиться от этой гирьки может быть и спросить себя но вот где я буду через пять лет например потому что если виктория спросит себя что я буду делать через пять лет то очень многие вещи могут в ее жизни измениться она может сказать себе я буду через пять лет делать ровным счетом то же самое если мне удастся оставаться в той позиции в которой есть это именно то что я хочу делать и через пять лет и через десять тогда она скажет себе тогда я должна пойти получить медицинское образование не могу ходить вот так как бы с костылями хорошо но если она сказать я хотела бы быть менеджером и там вводить в бой новые силы там новых представителей кто-то же их там обучает или кто-то их там организует тогда может быть и надо пойти получить какой-то там сертификат по project management или там ну что-то я я не знаю что что заканчивают люди которые вот этим этой частью занимаются может быть и мбе надо получить я не знаю но тогда рассказ о по на вот оно и понесется пройдет и потому что она будет понимать куда она несется здесь она должна получить медицинское образование чтобы избавиться от чего-то это не работает сильно это вынуждено это навязано никакой радости в этом нет вот а если она будет этим заниматься потому что ей хочется потому что у нее драйв потому что это ее жизнь так она не только время найдет и силы найдет она еще отдохнет в это время душой отдохнет она очень не заметит как на все произойдет и скажешь как ты все успеваешь а нас как а что а что я вас на что я даже я вроде даже отдохнул пока вот вид деятельность поменял и вроде отдыхаешь отдыхаешь не когда вот там на пляже лежишь а когда меняешь там род занятий часок этого поделал часок того поделал люди так тоже отдыхают поэтому я я думаю так вопрос там был камней к светлане и я думаю что светлана может быть она по-другому скажет вот она сейчас рейки изучает она там эту с векторами задействована то есть у нее там какие-то у него перспективы может от моей сильно отличаться и то есть я понимаю то что она говорит но как бы я так не скажу как она потому что это не не мой язык не моя не мой сервер хотя на котором мою application там ночь бегает у нее свой сервер там если вы свою апплики я ее спрошу светлана смотрит наши видео мои по утрам когда она там на кухне и она узнает обо мне что-то подождает видишь ты мне не рассказывал а я в год твое видео посмотрела и ягод узнала что ты там думаю что у тебя в жизни произошло там и так далее то есть она нашла способ значит узнавать больше но хорошо что интересуется за это вот процент не знаю даже что еще сказать наверное дать как вот все таки я как уже дедушка такой я думаю но если девочки 30 лет наверное там какие-то романтические отношения должны быть наверное какие-то планы есть может быть семейные ну ну наверное это тоже как-то сказывается вот на том что там происходит и тоже какой-то фактор который может быть неправильно сбрасывать все счетов там если мы исключим это из рассмотрения может быть не мы не поймем толком что к чему ну в общем из того что мы знаем я наверное сказал то что я понимаю самое простое может быть это стресс потому что это через вот через физическую нагрузку через медитации через какие-то вот такие практики очень здорово очень здорово все работает ну но опять индивидуально вот а уже цели такие чтобы глаза загорелись чтобы ты уже не замечал ни времени ни дороги по которой идешь никакие там препятствия стоят и так далее это конечно дорогого стоит и это это то чего большинству людей не хватает может и было когда он достиг цели не знает куда дальше идти знаете так стал олимпийским чемпионом эти сошел с пьедестала и дальше как жить братья серьезный вопрос поэтому может быть тому кто никогда не поднимался на этот пьедестал может ему даже и проще все ребят счастлива виктории наши самые лучшие пожелания чтобы все у него было хорошо и я я лично очень с большой симпатией отношусь к людям которые пашут скалывают зарабатывают не не хнычат понимаете и вот как бы так впряглись и тащат на себя я я считаю что вот на этих людях держится все вот поэтому виктории мои самые-самые лучшие пожелания счастливо и и и и